Уважаемые подписчики, добрый день всем! Не могу не поделиться нашим наблюдением. Очень часто у детей с неврологической патологией обнаруживаются разные виды кожных нарушений, в том числе и аллергий. Вот мы заметили, что у детей с расстройством аутистического спектра, с нарушением коммуникации, с задержками речи психоречивого развития, очень часто бывают покраснения кожи, аллергические высыпания, очень часто бывает сухость ладошек или наоборот влажные мокрые ладошки, а также часто бывает явление гиперкератоза, когда локти, локтевые сгибы, коленки представляют собой участки шероховатости. Бывает потливость ладошек, бывает сухость, бывает бледность носогубного треугольника, определенные папулки высыпания над верхней губой, а также в области глаз. А вот это все дало нам возможность размышлять, а почему же все-таки вегетативные нарушения и кожные высыпания так часто у детей, имеющих клизнику расстройств коммуникативного спектра. Давайте разберем, что происходит. А именно баланс вегетативной нервной системы. Мы знаем, что у таких детей нарушено функционирование подкорковых ядер и гипофиза, гипоталамуса и таламусов, то есть гипофиз, гипоталамическая система. И все это связано с тем, что у детей с нарушением нейроразвития тропных гормонов вырабатывается намного меньше, а вот гормонов стрессоров, именно кортизола, пролактина, у них вырабатывается больше. Связано это с особенностями восприятия информации, и отсюда лежит особенность нейробиологического внутреннего механизма развития психических нарушений у таких детей. Давайте рассмотрим такую модель, что если ребенок видит какой-то новый незнакомый объект, или ему сложно разговаривать, то прежде всего этот объект будет стрессором. На зрительные доли поступает информация, и таламусы, перерабатывая, должны дать правильный ответ, а это именно глаз в глаза смотрит, да, ребенок улыбается, идет на контакт. В случае стресса вырабатывается много гормонов именно коры надпочечников, норадреналина, адреналина, и запускается ряд реакций, которые вызывают страх, панику, желание избежать, убежать. А это, конечно, провоцирует, да, в поведении мы видим истерику, нарушение коммуникации, черты аутизма, возбудимость. Клинически всех этих детей связывают задержки развития, прежде всего, конечно, речи, трудности поведения, походка на носочек, и у них будут характерные вегетативные признаки. Сюда относятся нарушение сна, нарушение питания, а также признаки возбудимости нервной системы. То есть все окрашено эмоционально, ребенок протестует. Прежде всего протестует его симпатическая нервная система, которая в данном случае возбуждена. Поэтому в основе все-таки расстройств коммуникативной сферы всех неврозов, нарушений коммуникации, да, все-таки лежит биологическая внутренняя перестройка гормонов. И это очень важно подчеркнуть, потому что своевременная реабилитация приведет к тому, что у ребенка поменяется не только поведение, но и нормализуется сон, аппетит, он перестанет тревожиться. Так вот, давайте представим себе такого ребенка, который симпатикатоник. Он все время готов бежать, он все время готов кричать. У него не работает вторая система, вегетативная нервная система. Это парасимпатикатоническая, которая обеспечивает длительную адаптацию. Поэтому детей, имеющих кожные проявления, вегетативные проявления, еще раз подчеркну, к ним относятся нарушения сна, нарушения питания, потливость, сердцебиение. Это можно увидеть на ЭКГ, как в виде нарушения ритма сердца. Сюда же относятся такие проявления, как учащенное дыхание, возбудимость ребенка и, конечно же, такие нарушения, как нарушение терморегуляции. Это может быть либо низкая температура, либо склонность к субфибрильной, небольшим таким размахам, 37 температуры. И такие детки имеют нарушения кожных покровов, какие-то высыпания. Вот это можно все отнести к рамкам вегетозов. Почему важно выделение? Потому что лечение вегетососудистой дистонии у таких детей приводит к улучшению развития речи и изменению поведения. То есть мы должны успокоить симпатическую нервную систему и поддержать парасимпатическую. Что же делать? Ну, прежде всего, нужно сделать ЭКГ, электроэнцефалограмму, посмотреть, был ли у вас прием невролога. И есть еще такое исследование, как кардиоинтервалограмма, что тоже дает интерпретацию вегетативных нарушений у ребенка. Ну и, конечно же, показать неврологу, который вовремя подберет вам программу комплексной коррекции вегетативных нарушений. Это, в свою очередь, скажется не только на нарушение поведения, но и приведет к тому, что нормализация идет кожи, уменьшение количества аллергических реакций и, соответственно, изменяется развитие ребенка. Поэтому, если те перечисленные нарушения, которые я сегодня рассказала, встречаются, обязательно покажитесь врачу-неврологу для назначения грамотной коррекции неврологических и вегетативных расстройств. Спасибо, всего доброго вам!